В Димитровграде продолжает царить неразбериха, связанная с руководством города. Весь вчерашний день превратился для администрации в один непрекращающийся скандал. Утро началось с того, что сторонники КПРФ опечатали несколько кабинетов мэрии. Сделано это было для того, чтобы не допустить на рабочее место исполняющего обязанности главы города Алексея Гадальшина. Им он признается по решению суда. Но коммунисты из городской думы продолжают считать ИО Людмилу Шишкину. За время этой чехарды у нас часть документов не подписывались. В частности, у нас там, я знаю, очень много неподписанных документов на обращение граждан. У нас там 30-дневный срок, и за это предусмотрена административная ответственность. Также много неподписанных разрешений на строительство, договоров. С завтрашнего дня начнем эти документы разгребать, приводить их в порядок. А еще 23 января депутаты местной думы проголосовали за то, чтобы мэром Демитровграда стал Павел Архипов. Решение это, правда, вскоре было не признано Демитровградским судом, поскольку комиссия прошла с нарушениями. За 48 часов своей славы Архипов успел назначить ИО Людмилу Шишкину. А сам якобы отправился в командировку. Непонятно, зачем нужен был этот финт ушами, если Архипов никуда так и не уехал. Но если глава города нелегитимный, то его распоряжения недействительны. Об этом пришли сообщить вчера вечером Шишкиной судебные приставы. На данный момент судебным приставам исполнителя было возбуждено исполнить производство по поступившему исполнению документа по приостановлению действия ряда распоряжений. Судебные приставы выехали на место, то есть где находится должник, и вручили постановление о возбуждении исполнительного производства. Должник отказался от подписи данных документов, то есть врученных судебным приставам. Судебный пристав оставил данные документы у должника, то есть ознакомил, прочитав их вслух, в присутствии понятых. Из этого визита вышло целое шоу с обязательным вызовом скорой помощи. Для Шишкиной это не ново. Когда ее 72-ю школу не принимали в Ульяновске, она тоже предпочла выбрать госпитализацию вместо приведения в порядок образовательного учреждения. В 9 вечера городская дума собралась на внеочередное заседание. Тайная вечеря проходила в одном из кабинетов администрации. Антураж вполне соответствовал духу происходящего. Из 30 депутатов смогли собрать только 18. Зато не забыли позвать главного коммуниста законодательного собрания Айрата Гебаддинова. Суд как себя сегодня ведет городской. Мы ставим, я конкретно говорю о себе, что я сомневаюсь вообще в правильности принятия решений, потому что суд практически довел сегодняшнюю ситуацию, что город остался без управления. Самое простое – переложить ответственность за чрезвычайную ситуацию на другого. В частности, на суд, который признает, что руководство в городе есть в лице Алексея Гадальшина. Но этого не могут признать коммунисты-депутаты. В их речах часто звучат словосочетания «чрезвычайное положение». Но только кто довел до этой ситуации? В итоге думцы в очередной раз возложили ответственность исполняющего обязанности на Шишкину. Лыка домочала, начиная с начала. Только вот для решения городских проблем и нормализации ситуации в Димитровграде политические игрища коммунистов положительно явно не скажутся. Егор Титов, новости Ульяновской правды.